Копичанин Максим Тиняков и еще два южноуральца будут учиться в актерской школе Олега Табакова в Москве. Как проходило прослушивание, Максим рассказал нашей съемочной группе. Максим Тиняков уже полюбился копичанам за свои таланты. Его можно часто видеть на городской сцене, в спектаклях, в роли ведущего мероприятий. Еще в детстве в нем руководители разглядели талантливого музыканта и вокалиста. Затем Максим увлекся еще театральным искусством. Теперь он на полпути к тому, чтобы стать артистом с большой буквы. Сегодня копичанин Максим Тиняков и еще два южноуральца зачислены в актерскую школу Олега Табакова в Москве. Началось вообще все это с того, что я принял участие в благотворительном фонде Андрюша. Я участвовал там в начале номинации «Народный вокал», а затем на следующий год с руководителем решили попробовать в актерском мастерстве. И один из членов жюри подошел в антракте к нам в холле театра оперы и балета и начал расспрашивать нас, давно ли ты там занимаешься, где ты вообще занимаешься, не желаешь ли съездить, вот в Орленок он нам предложил съездить и объяснил, что есть вот такая вот школа Табакова, где вот талантливых детей собирает и учит их там актерскому мастерству. Мы приехали, нас на вокзале сразу этот же администратор школы встретил, нас довела, расположили нас, расселили в этой школе. И на следующий день уже были непосредственно вот эти испытания. Первый день у нас было просто художественное слово, то есть читка своего репертуара. То есть вообще буквально послушали просто одну басню, одну прозу, один стихотворение. Тоже надо было что-нибудь спеть вот акапельное. Вот, затем вывешивали списки, кто прошел, кто не прошел. Кто проходил на второй день, тому тоже предстояло то же самое. В принципе, можно было читать, можно, конечно, другое было читать. И кто проходил в третий уже тур, у того вечером была пластика. То есть проверяли нашу гибкость, затем слуховые данные наши проверяли, дикцию. И третий день уже приехал сам Олег Павлович, и его слово как бы было решающе. Мама Максима Елена Иванова не сомневалась по поводу будущего ее сына. Уже с детства все родные знали, что Максим будет артистом. Когда еще ему было два года, мы стишок такой с ним учили. Ну, с ним, в смысле, проблем не было учить, стоило только прочитать пару раз, он уже запоминал. И там стих был, как диалог мышки и кошки. И вот я говорю, давай по ролям. И вот мы с ним по ролям. А давай теперь наоборот. И вот ему вот это вот нравилось, ну, с самого детства, можно сказать. Теперь Максим вырос и читает совсем другие стихи. Пришел к мадонне филолог Фадей Симеонович Смяткин. Рассказ мой будет недолг. Филолог влюбился по пятке. Влюбился жестоко и сразу. В глаза ее, губы и уши. Цидел за фразовой фразой. Томился, как рыба на сушу. Хотелось быть ее чашкой. И братом ее, и лететкой, и малевой пряжкой. И даже зубной ее щеткой. Максим прекрасно играет на музыкальных инструментах. Гитару в руки берет редко. В большей степени любит играть на баяне или синтезаторе. Так, говорит мама, он нервы себе успокаивает. Все свои таланты Максиму пришлось показать на прослушивании. Испытания в Московской театральной школе Олега Табакова проходили в несколько этапов. Каждый день те, кто не выдерживали конкурсный отбор, отправлялись домой. Волнение было перед первым прослушиванием, то есть в первый день и в последний. Во второй день оно, конечно, тоже присутствовало волнение, но не так сильно, как в первые третий дни. Но Максим волновался вдвойне очень сильно. Он боялся в случае неудачи возвращаться домой. Ведь там его ждали друзья, родные, близкие и педагоги. Все те, кто верили в успех. Я боялась больше за то, как если вдруг мы не пройдем, как сюда вернемся. Потому что благодаря средствам массовой информации и Дворцу творчества, об этом все знали. И он-то тоже спрашивал, если я не поступлю мне в Копейск, не возвращаться. То есть волновался, я-то тоже переживала. Именно психологически, что ему будет страшно возвращаться сюда, потому что все же будут спрашивать. Веру в себя укрепляли педагоги. Именно они помогали готовиться к прослушиваниям. Огромную психологическую поддержку оказывали руководитель студии народного творчества «Забавушка» Наталья Николаевна Каспарян. И режиссер, педагог по актерскому мастерству Дмитрий Владимирович Петраченков. Дмитрий Владимирович благодарен за то, что он научил не стесняться в любых случаях. И благодарен ему за то, что вообще как бы увидел во мне как бы вот это стремление к этому что ли стать актером. И как бы помогал мне. К 25 августа Максим должен уехать в Москву, где сразу же начнется подготовка к учебному году. А пока у Максима остался еще целый месяц, чтобы нагуляться с друзьями и побыть с семьей. Реально тяжело, когда вот он далеко и ты его быстро помощь не можешь никакой оказать. Это тяжело. Ну это вот сейчас вот такое равносильно тому, что я как будто его в армию провожаю. Почти 4 года Максим будет жить в пансионате при школе в самом центре Москвы. Обучение актерскому мастерству обещает быть трудным, но интересным.